Позиция наступна. Люди мают право собирать, заслуживать свою громадянскую позицию. Але я хочу беззначить на наступное. С чем это связано? Дии запобежных заходов, такие как сроку затримания, закинчиваются в 23.50 минут. После этого детективы, охраны, прокуроры выехали из строительства судов. И фактически наш клиент остался вместе с нами в строительстве судов. А что вы тогда с ним делали в эту ночь, что он встал и пошел? Ну, я скажу таким образом. Поруч с ним находятся лекарства медицинской помощи. То есть, он уже, скажу не так, что там ходил, а то, что уже, ну, как-то, скажешь... Посоветовали не симулировать что-то. Ну, я хотел бы изначить наступное. Чтобы никто не звинуватый, что страна захиста затягивала процесс. По-перше, его из лекарни доставили до института Стражевска силою. Не то, что он там выявил божание, а его доставили силою. И, до речи, прокуроров и детективов, цикавы задают вопрос. Чи может он за состоянием здоровья принимать участие в следующих процессуальных действиях? Так я хочу бы изначить, что по сегодняшний час такой ответы нет. Сторона захиста, чи сторона обвинувачений рано или поздно звернется за период с 2 по 7, чи мав он право принимать участие в следующих процессуальных действиях? Это очень сложное вопрос. Александр, скажите честно, это была симуляция состояния здоровья? И советовали ли вы ему такое поведение? Нет, это не симуляция. Оскільки я хотел бы зазначити, что вчера Романа Насирова тоже не доставили до зала судового заседания на проголошение решения суду. А сторона защиты понимает, что страна вряд ли верит, что пишущий здоровьем 38-летний молодой человек оказывается чуть ли не при смерти в день объявления ему подозрений? Я поясню эту позицию, я с ним это вопрос обговорил, как так стало. Вы понимаете, что это нивелировало случайно или по чему-то наузкиванию, но это, в общем-то, уничтожило репутацию инвестирования. Я хочу пояснить. Его позиция наступна. Как он говорит, если кого-то касается, мы себя не помечаем. А если лично у него касается, он почувствовал на себе и не рассчитывал силы в этом вопросе. Это его позиция. Поэтому то, что произошло с его психологической гипертонической кризисой, то, что потом далее, не буду сказать, что ему делали в этой феофании, но сейчас, я думаю, он сам особенно скажет. Он просто знал действительно такого навантажения психологично. Он не рассчитывал. Ну понятно, хорошо.